Добрый вечер! В эфире очередной выпуск информационно-аналитической программы «Итоги недели». В студии телекомпании «Черкеск» Мадина Братова с традиционным обзором и кратким анализом некоторых событий и фактов из жизни столицы Карачао-Черкесии. Итак, сегодня в программе. Северный Кавказ стал абсолютным лидером в стране по темпам роста внутреннего туризма. О перспективах развития отрасли говорили на совещании, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции из Дербента. 28 июня мусульмане отмечали Курман-Байрам – праздник жертвоприношения, который считается главным в исламской религии. В соборной мечети прошла праздничная молитва. Указом главы Карачао-Черкесии Рашида Темрезова среда, 28 июня, была объявлена в республике нерабочим днем. Отчет об исполнении бюджета города Черкеска за 2022 год, изменения в генеральном плане муниципального образования и другие вопросы. 29 июня состоялось очередное заседание Городской думы республиканской столицы. Жизнь после бойни. В освобожденном Мариуполе побывала делегация из СХФО, которую возглавил член общественной палаты Карачао-Черкесии, епископ Гарик Кургинян. Специальный репортаж из многострадального города Армиды Кишмаховой. Старинные народные песни, зажигательные танцы, яркие сценические образы, самобытность и профессионализм. В Карачао-Черкесии с гастролями побывал государственный ансамбль народной песни и танца исламей республики Адыгея. Возрожденный футбольный клуб «Нарт» Черкесск продолжает радовать своих болельщиков. Одержав очередную разгромную победу над командой «Ордон» из Северной Осетии, «Нарт» возглавил турнирную таблицу чемпионата 3-го дивизиона ЮФО СКФО. 28 июня президент России Владимир Путин посетил город Дербент, откуда в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития туризма в Северокавказском федеральном округе с участием членов правительства, полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки и руководителей регионов. Карачао-Черкесию на совещании представили глава субъекта Рашид Темрезов, председатель правительства КЧР Мурат Аргунов, министр строительства республики Евгений Гордиенко, а также член Совета Федерации Ахмат Салпагаров. Как было отмечено на совещании, Северный Кавказ за последнее время стал абсолютным лидером по темпам роста туризма. Только в прошлом году турпоток вырос почти на четверть. Округ уникален тем, что в каждом регионе и в каждом сезоне есть свои точки притяжения. Горы, море, каньоны, целебные источники, история, архитектура, кухня. В Карачао-Черкесии это еще и динамично развивающиеся горнолыжные курорты. При этом на примере Архыза опробируем новую модель развития. Когда государство создает базовую инфраструктуру, выводит курорт на операционную рентабельность и после этого на открытом прозрачном конкурсе привлекает стратегического инвестора. При этом государство компенсирует свои вложения и возлагает обязательства по дальнейшему развитию курорта уже на инвестора. По Архызу такой конкурс проведен. По его результатам инвестор не только заплатит федеральный бюджет более 35 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов рублей уже перечислено, но и к 2030 году должен в два раза увеличить протяженность трасс, в два с половиной раза нарастить номерной фонд и число посадочных мест в ресторанах. Помимо развития курорта Архыз, на совещании были озвучены новые перспективные проекты по развитию туристической инфраструктуры в Крачаво-Черкесии. В частности, министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту о проекте строительства аэропорта в КЧР. Технико-экономическое обоснование проекта уже прорабатывают федеральные структуры совместно с правительством республики. Еще один перспективный проект – строительство автодороги, которая могла бы соединить курорт Архыз и Красную Поляну. Подводя итоги, Владимир Путин отметил, что российская туристическая индустрия активно развивается, наращивает привлекательность и выходит на новый уровень. В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан. И тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров. Но все же главное – это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств. Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере. И все больше людей делает выбор отдыхать, приезжать именно в Россию. Все больше туристов с наступлением летнего сезона приезжают отдохнуть и в горы Карачао-Черкесии. Однако, чтобы турпоход принес только положительные эмоции, а не обернулся стрессом или вообще трагедией, необходимо соблюдать ряд правил и технику безопасности. Напомним, что согласно действующему законодательству, и коммерческие туроператоры, и самоорганизованные группы туристов должны регистрировать свои походы, восхождение и сплавы в территориальных органах МЧС за 10 дней до начала путешествия. Для удобства возможна дистанционная регистрация туристов. Заполняя электронную форму, они могут указать всю необходимую информацию. Время, цель пребывания, планируемый маршрут, контрольный срок возвращения, наличие средств связи и т.д. В первую очередь это делается для безопасности самих путешественников, ведь при возникновении нештатной ситуации главным ресурсом является время. Чем быстрее спасатели доберутся до места, тем выше вероятность благополучного исхода событий. Так, 29 июня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России ПКЧР поступила информация о том, что 20 туристов из Краснодарского края потерялись при спуске с Софийских озер. Как стало известно, группа в какой-то момент разделилась на две части. Каждая отправилась в своем направлении. После чего 8 человек просто заблудились в горах. Тем не менее, спасателям удалось их разыскать. Даже несмотря на то, что не было точного маршрута, которым собирались идти туристы. Всех доставили к цивилизации в целости и сохранности. Медицинская помощь никому не потребовалась. Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай за последнее время. Месяцом ранее поводом для поисково-спасательной операции на западном склоне Эльбруса в Карачао-Черкесии стала пропажа белорусских туристов. Любителей высокогорья с помощью вертолета Ми-8 спасатели обнаружили на высоте 3800 метров. А эти кадры МЧС России также недавно сняты в Зеленчукском районе. Сценарий примерно такой же. Группа туристов из четырех человек, вышедших на маршрут в горной местности, перестала выходить на связь. Руководитель группы и одна участница сорвались с перевала браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании. Участница группы получила ушибы. Пострадавшие остались на месте происшествия. Они обеспечены палаткой и продуктами питания на двое суток. Расстояние от Архыского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 километров. На поиски была привлечена группировка МЧС России в составе 12 человек и 2 единицы техники. Поисково-спасательная операция проходила в сложном горном рельефе местности в условиях непроприятной погоды, шквалистым ветром и осадком в виде дождя. Большое спасибо спасателям. Огромное спасибо. 28 июня мусульмане всего мира начали отмечать Курман-Байрам. Праздник жертвоприношения, который длится три дня, считается главным в исламской религии. Курман-Байрам завершает собой обряд хаджа, ежегодно паломничество мусульман в священный город Мекку. Праздник начинают отмечать с раннего утра. До рассвета мужчины совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть для совершения намаза. Указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова среда, 28 июня, была объявлена в республике нерабочим днем. По случаю одного из главных мусульманских праздников, Курман-Байрам, во всех мечетях Карачаева-Черкесии прошли праздничные молитвы. В Черкесии в соборной мечети имени имама Абу-Ханифы праздничный намаз возглавил муфти, председатель духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердеев. Люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему, все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось, и чтобы мы эти праздники постоянно проводили в таком составе, чтобы люди, которые молят Всевышнего о том, чтобы у нас был мир и спокойствие, чем больше людей, тем Аллаху Таула больше принимает эти молитвы. Дай Аллах, чтобы это было так. С праздником Курман-Байрам всех мусульман поздравил и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Этот праздник в первую очередь несет в себе такие традиционные понятия, как милосердие, справедливость, чтобы мы хранили то, чему нас всегда учили наши предки, наши старшие. Также, Исмаил Хаджи, хотел бы сегодня в этот день поздравить всех наших братьев и сестер, которые сегодня в Хадже. Да. Дай Аллах, чтобы их дуа был Всевышним принят. Аминь. И Хадж. Поэтому хочу всех жителей нашей многонациональной республики поздравить с этим праздником. Еще раз всем крепкого здоровья, мира, благополучия. О нашей республике, нашей стране, мира и процветания. Курман-Байрам – это праздник милосердия, доброты и любви, напоминающий верующим о преданности человека Аллаху и его милосердии. Это не просто праздник, а именно поклонение. В этот день мы совершаем жертвоприношение Всевышнему. И, как Всевышний говорит, до Аллаха не доходит ни мяса, ни кровь ваших животных, однако до него доходит ваша богобоязненность. Жертвенным животным может быть баран, козел, возраст которого более одного года, или крупнорогатый скот, которому не менее двух лет. Его закалывают совместно семь семей. А человек, располагающий финансовыми возможностями, может сделать несколько жертвоприношений и тем самым помочь большему числу людей. Важно, чтобы животное было без физических изъянов. В жертву можно приносить овец, коз, крупнорогатый скот, будь то коровы, быки, буйволы и верблюдов. Курица не приносит жертву. Приносят именно эти животные. Если это овца или коза, то год и более. Овцу можно приносить полугодовалую, если она рослая и упитанная. Что касается коров, то два года и больше. Полных два года и больше. Что касается верблюдов, то пять лет и больше. Если это меньше, то оно не засчитывается. Если человек зарезал что-то меньше этого, то он должен переделать. Накануне праздника верующие соблюдают однодневный пост. Празднование начинается с самого утра. Совершив праздничный намаз, мусульмане приступают к самому обряду. Мясо жертвенного животного обязательно делят на три части. Одну часть оставляют для приготовления праздничного обеда и угощения гостей в своем доме. Вторую часть раздают родственникам. И третью часть обязательно отдают нуждающимся людям. Ни в коем случае нельзя продавать. Даже шкуру животного отдают бесплатно. Если же ее все-таки продают, вырученные деньги уходят на благотворительность. Желательно разделить мясо этого жертвенного животного на три части. Одну часть оставить для своей семьи. Вторую часть угощений для соседей и родственников, которые приходят в гости. И третью часть раздать нуждающимся в качестве милостыни. В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами «Идму барак», что означает «благословенен праздник». В праздничный день запрещено ругаться, причинять кому-либо вред или неудобство. А также нельзя скупиться и отказывать в помощи нуждающимся. Мадина Братова, Андрей Дорошенко, Рома Затоков. Итоги недели. Традиционно в последний четверг месяца, 29 июня, состоялось очередное заседание Городской думы Республиканской столицы, после которого депутаты уходят на летние каникулы. В повестку дня было включено 10 вопросов. В частности, был заслушан отчет об исполнении бюджета города Черкеска за 2022 год. Внесены изменения в регламент думы и в генеральный план муниципального образования с правилами землепользования и застройки. А также утвержден план работы Гордумы на второе полугодие текущего 2023 года. Первым вопросом повестки июньского заседания Думы муниципального образования города Черкеска стал отчет об исполнении бюджета Республиканской столицы за 2022 год. По итогам года доходы местного бюджета составили 4,6 миллиарда рублей. Прогноз поступлений в целом по бюджету исполнен на 100,2%. В этой сумме налоговые и неналоговые доходы составили 1 миллиард 326,5 миллионов рублей. И город дополнительно получил практически 46 миллионов рублей налоговых и налоговых доходов по уточненному прогнозу. То есть плюс 3,6%. Если сравнивать с 2021 годом, это на 112,4 миллиона рублей больше. По всем видам налогов, поступивших в местный бюджет, зафиксирован прирост, наиболее существенный по налогу на доходы физических лиц. За счет роста налогооблагаемой базы, в том числе и за увеличение количества военнослужащих и индексации заработной платы. Всего же в структуре доходной части на долю налоговых и неналоговых доходов пришлось 29%. Соответственно, 71% – безвозмездные целевые поступления из республиканского бюджета. Расходы бюджета исполнены в сумме 4,6 миллиарда на 10 миллионов рублей, что составило 98,3% от утвержденных бюджетных ассоциативных ассигнований. В 2022 году город в полном объеме обеспечил финансирование приоритетных отраслей и при этом сохранил социальную направленность бюджета. Расходы, осуществленные в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики, составили 72,1% в большем объеме расходов. В процессе исполнения бюджета не допускалась задержка по выплате заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг связи, налогов и взносов. Обеспечилось предоставление всех установленных мер социальной поддержки горожан. Еще один вопрос, связанный с предыдущим, о внесении изменений в регламент Думы муниципального образования города Черкеска. Проект разработан на основании обращения мэрии и вносит исключения в процедуру получения заключения прокуратуры на проекты местного бюджета и годового отчета по его исполнению. Заключение прокуратуры города Черкеска по проектам решения о местном бюджете, в годовом отчете условий местного бюджета могут предоставляться мэрии в муниципальном образовании города Черкеска не позднее, чем на 7 дней до дня проведения застегания городской думы, на котором планируется рассмотрение данных проектов. То есть устанавливается исключение из общего правила, согласно которому проекты решения новотинопрового характера вносятся на рассмотрение Думы города Черкеска до 15 числа каждого месяца только при наличии заключения прокуратуры города Черкеска. Данным изменением будет обеспечено наличие результатов всех сопутствующих утверждений местного бюджета годового отчета о исполнении СНД и мероприятий. Далее депутаты единогласно проголосовали за наделение мэрии Черкеска полномочиями консидента по подготовке, заключению, исполнению и расторжению концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов теплоснабжения в городе Черкеске. Данный проект обусловлен тем, что в мае текущего года в мэрию муниципального образования поступила частная консессионная инициатива по строительству объектов теплоснабжения в новом микрорайоне города, так называемый микрорайон «Спутник». Данный проект подготовлен с целью более эффективного взаимодействия с потенциальным консидентом и, так сказать, более оперативного решения принятия решений и внесения изменений предполагаемой проекта соглашения. Несколько рассмотренных вопросов касались передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование различным организациям. Одна из них – недавно открывшийся в республиканской столице филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесской республике, расположенный в Черкесске по адресу улица Гагарина, 24. Заключительным же пунктом повестки дня стало утверждение плана работы Гордумы на второе полугодие текущего 2023 года. Но к его активной реализации депутаты приступят только в августе, так как это было последнее заседание перед летними депутатскими каникулами. На минувшей неделе заместитель мэра республиканской столицы Заур Тугов рассказал в прямом эфире о перспективах развития Черкесска, уже проделанной работе и ответил на вопросы жителей города. Среди поднятых тем – предоставление земельных участков многодетным семьям. Очередность переселения из аварийных домов, благоустройства территорий и ряд других социально значимых вопросов. Организатором прямого эфира выступил Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии. Заместитель-градоначальник рассказал, что многодетным семьям города Черкесска предоставлено более 800 земельных участков. Более 300 из них были распределены только за последние три года. Работа по инвентаризации земель ведется на постоянной основе. Заур Тугов подчеркнул, что она будет вестись до тех пор, пока каждой многодетной семье в очереди не будет предоставлен земельный участок. В ходе беседы коснулись и аварийного жилого фонда. Заместитель мэра рассказал, что по программе переселения домов, сейсмоусиление которых невозможно, переселены жильцы восьми многоквартирных домов. В настоящее время ведется работа по переселению жильцов, проживающих в аварийной пятиэтажке по улице Гутякулова, еще одна значимая тема – благоустройство города. Заур Тугов подчеркнул, что активная работа в данном направлении будет продолжена и дальше. Все мы видим и жители города Черкеска видят, что буквально от прошлого года мы начали приводить соответствие торгово-остановочные комплексы, которые расположены на территории города Черкеска. На сегодняшний день по улице Ленина у нас все торговые остановочные комплексы приведены в надлежащее состояние. И честно видно, что город преобразился. Это уже не те старые торговые павильоны, те навесовые остановочные, которые были, а уже современные и красивые строения. Работа в этом направлении продолжается, и мы будем ее продолжать до тех пор, пока не реконструируем все торгово-остановочные комплексы на территории города Черкеска. Но если благоустройство Черкеска уже вошло в привычный ритм, то жизнь в еще одном теперь уже российском городе, освобожденном Мариуполе, только начала постепенно налаживаться. Город приходит в себя после ожесточенных боевых действий и возвращается к мирной жизни. Для помощи жителям разрушенного города едут представители Добровольческого корпуса волонтеров Боевое братство Молодой гвардии Единой России, а также религиозной организации. Так, совсем недавно в Мариуполе с гуманитарной миссией побывала делегация из СКФО, которую возглавил член общественной палаты Карачао-Черкесии епископ Гарик Кургинян. Вместе с единомышленниками он прибыл на многострадальную землю, чтобы оказать помощь и поддержать людей. Специальный репортаж из Мариуполя подготовила Армида Кишмахова. Хоть катастрофа и миновала, людям все так же нужна помощь. Город активно восстанавливается, но последствия недавних событий на каждом углу. Уничтожены дома, разбитые дороги, где-то даже осталась сломанная техника. На въезде в город нас встретил Виталий Масур. Вместе с ним мы едем раздавать гуманитарный груз местным жителям. В общем, он помогает с координацией, ведь знает, какие районы нуждаются в большей помощи. Его знают и ждут в каждом доме благодарные подопечные. Многие из них месяцами сидели в подвалах, бункерах, без воды и еды. Кого-то Виталий лично доставал из убежища, оказывал первую помощь. Из ближайших домов в подвалах этой больницы укрывались. Мы привозили сюда помощь гуманитарную, воду, еду, продукты, медикаменты. Здесь было больше 300 человек в подвалах этой больницы. Более такое уже мирное время настало. Люди жили вот по этим комнатам. Прям вот в этих комнатах жили люди. Вот там вот, вот по тем комнатам мы поставили здесь печки, газовые баллоны. Мы сняли людей с костров. На костров готовили кушать. Ну, всё было, света, ничего не было. Вот. Помогли вот самые первоначальные такие вот шаги делать, чтобы хоть как-то упорядочить жизнь людей. Волонтёры Евангельской церкви во главе с Гариком Кургиняном сразу после начала специальной военной операции организовали набор добровольцев. Откликнувшиеся ребята работали в пунктах временного размещения в Ростове, Таганроге. Кто-то даже смог проехать в Мариуполь. И по сей день желающие подставить местным жителям своё плечо приезжают сюда. Ещё тогда супруги Виталий и Ольга Масур переехали в село Червоное, расположенное недалеко от Мариуполя, чтобы позаботиться о нуждающихся. Сегодня у них на попечении дом престарелых, реабилитационный центр, а ещё они помогают десяткам семей, которые не могут самостоятельно позаботиться о себе. Хотя Виталий родом из Мариуполя, в 2014 году он был вынужден покинуть свою родину. Как беженцы, они переехали в Карачаево-Черкесию, где жили и работали в городе Карачаевске. Супруги Масур были одними из первых волонтёров, которые были допущены на освобождённую территорию весной 2022 года. Трудятся бесплатно и сил не жалеют. Основной фронт работы сейчас в частном секторе. Ремонтируют повреждённые крыши, латают окна, стены. Приходят в первую очередь к тем, кто без поддержки обойтись просто не сможет. К пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Я уже жду, думаю, нет, наверное, меня не повезёт. Повезём, повезём, тётя Люба. Мы же обещали. Ради Господа, ради Христа мы всё это обещали. Спасибо вам, дорогие мои, спасибо. Это Мариупольская городская больница номер 9. Здание попало под обстрел украинских боевиков в то время, когда в больнице находились мирные граждане. Им было всё равно, по кому стрелять, вспоминает Александр Пастернак, исполняющий обязанности главврача. Сегодня он с благодарностью отзывается о ребятах, благодаря которым получилось восстановить функционал медучреждения. Для того, чтобы открыть больницу, наши волонтёры, наши сотрудники, наши детали очень нам помогали. В этом плане действительно начали с мая месяца выгребать заворовать, грибать, очищать продукты, медикаменты. Население приходило, помогали, действительно, потому что и пойти были, и были первые медикаменты, потому что люди нуждались в медицинской помощи. Ну, то есть не было медицины. В Мариуполе медицины, я отлично заявляю, не было до всех этих моментов. Сейчас волонтёры помогают с продуктами питания, одеждой и лекарствами, которые, кстати, направляют верующие российских регионов. Помогают реабилитационному центру для зависимых людей, дому милосердия для матерей с детьми и дому милосердия для пожилых людей и инвалидов. Помимо поддержки простых горожан, Виталий и Ольга Масур сотрудничают с администрациями Мариуполя и населённых пунктов Мангуш и Червонное. Вместе они оказывают адресную помощь нуждающимся. Добровольцы со всей страны восстанавливают в Мариуполе частные дома тем, кто особо в этом нуждается, но не может сделать сам. Одинокие старики, инвалиды, многодетные семьи надеются на помощь добрых самаритян, волонтёров. Эта помощь приходит. Десятки домов уже восстановлены силами волонтёров только из Карачаева-Черкесии. И они продолжают приезжать. Работы много. Характерные надписи на воротах и стенах своих жилищ местные делают в надежде, что на них обратят внимание. Ребята-волонтёры периодически обижают пострадавшие от обстрела в районы Мариуполя. Надписи «Здесь живут люди» значит, что там нуждаются в помощи. Волонтёры за день посещают множество различных мест – больных, малоимущих и тех, кто просто чувствует себя одиноком. Для того, чтобы кормить и содержать людей, они организовали небольшое хозяйство. Здесь они выращивают курей, кроликов, овец, свиней и пару телят. А ещё у них своя пекарня и теплица, где круглый год выращивают овощи. «Зачем вам это пекарня? Столько хлеба, да? Столько хлеба, да. Столько хлеба. Чтобы делиться этим хлебом. Мы делимся с людьми, которые нуждаются в этом хлебе. Наш дом инвалидов питается с этого хлеба. Реабилитационный монастырь мы кормим. Здесь в селе тоже раздаём. В городе семьи тоже нуждающиеся. А так мука нужна вам? Да, мука, масло подсолнечное такое. Мука и подсолнечное. Ну, подсолнечное мы привезли, а муку подбросим. Между тем, в Мариуполе строят новые дома. Целые кварталы из новостроек на выезде из города радуют глаз. И видя всё это, хочется верить, что этот город снова будет самым весёлым в Донбассе. Как писал в далёком 43-м Борис Горбатов. Сегодня, даже после того, как Мариуполь очистили от последствий спецоперации, выглядит хуже, чем в далёком 1943 году, когда его освободили от немецких фашистов. А это Азовсталь. Здесь проходили, пожалуй, одни из самых ожесточённых боёв. Судьба крупнейшего комбината Азовсталь пока ещё окончательно не решена. Но главные заявления сделаны. Скорее всего, комбинат восстанавливать не будут. Слишком серьёзные разрушения были причинены предприятию в результате штурма. Да и слишком много вреда он приносил городу. Возможно, территория станет большой парковой зоной на берегу Азовского моря. Такое решение стало воплощением мечты учёных-экологов, которые много лет вели борьбу с согрязнением окружающей среды, деятельностью комбината. Кстати, в Азовском море завелась рыба впервые за много лет. Местные жители уверены, что этому способствует новая экологическая обстановка. А на берегу моря уже работает первое кафе. В целом, хотя ситуация в Мариуполе по-прежнему остаётся сложной, город и его жители продолжают бороться и восстанавливаться. Однако этот процесс требует не только усилий со стороны власти и волонтёров, но и поддержки со стороны всего общества. Оказать посильную помощь может любой желающий. Гуманитарный груз из Карачаева-Черкесии направляется на освобождённые территории практически еженедельно. Ну а в скором времени, судя по сводкам СВО, помимо Мариуполя, буквально возрождающегося из пепла, россиянам общими усилиями нужно будет помогать восстанавливать новые российские территории. Армиды Кишмахова, Рамазан Токов. Итоги недели. Политические партии нашей страны продолжают проявлять заботу и поддержку по отношению к участникам специальной военной операции. Так, активисты регионального отделения партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» в Карачаево-Черкесии на минувшей неделе отправили очередной гуманитарный груз на территорию СВО. Наша партия во главе с руководителем регионального отделения «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» с Алпагаровым Расулом Анзуровичем, который организовал весь наш полицовет региональный. Мы собрали определенное количество средств и, как видите, сегодня формируем автомобиль и хотим отправить на Украину солдатам, которые воюют, наши земляки, наши батальоны, в нашей части. Для наших ребят, которые воюют на ПСВО. Мы сегодня формируем автомобиль с продуктами питания и водой в порядке до 10 тонн общего груза. Воды мы где-то 3,5 тонны отправили, остальное продуктами питания. Мы с ними связывались, с воинской частью, через наш батальон, который в Сторожевой находится. И все, что им нужно было, они нам, что нас попросили, мы заготовили эти продукты и отправляем сегодня. Олег Каджаков также рассказал и о других благотворительных программах, направленных на помощь семьям участников СВО. Эти инициативы наглядно свидетельствуют о том, что партия продолжает поддерживать и укреплять связь с участниками спецоперации и их близкими. Реализуемые мероприятия предполагают всестороннюю поддержку семьям, оказавшимся в трудной ситуации вследствие отсутствия родственников. Эти программы включают также предоставление материальной помощи, организацию мероприятий для детей и другие виды поддержки, которые помогают родственникам участников СВО преодолеть трудности и ощутить заботу со стороны общества. В Карачаево-Черкесии с гастролями побывал государственный ансамбль народной песни и танца «Исламей» Республики Адыгея. В минувший четверг он выступил на сцене амфитеатра в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкеска. В репертуаре коллектива прозвучали старинные народные песни, рапсодии, поэмы, вариации и симфонии. Яркие сценические образы, профессионализм и самобытность артистов из Адыгея вызвали у зрителей настоящий восторг. На концерте побывала и наша съемочная группа. Насладиться старинной музыкой и народными песнями. Такая возможность представилась жителям Карачаева-Черкесии, пришедшим на концерт одного из самых известных ансамблей Адыгеи – «Исламей». Это единственный профессиональный коллектив на Северном Кавказе, практически весь репертуар которого основан на народных песнях адыгов. В этом году ансамбль отправился в юбилейный концертный тур по городам России, посвященный 80-летию его основателя и художественного руководителя, народного артиста России и лауреата государственных премий Аслан-Чирия Касимовича Нихая. 32 года назад, когда создавался ансамбль «Исламей», основной целью композитора Аслана Нихая было возрождение и сохранение народной песни адыгов. Сегодня мы здесь находимся с особым удовольствием в гостях у наших братьев и сестер родной Карачаева-Черкесии. Мира, добра и процветания в вашей республике. Хоть мы и живем в разных регионах и называемся разными именами Республика Адыгея, Карачаева-Черкесия, Кабардино-Балкария, но мы один единый народ с одной культурой, с одним языком. Да здравствует наш народ! Более 30 лет ансамбль «Исламей» выступает в разных городах России и далеко за ее пределами. Знакомаясь зрителя разных национальностей, с культурой и традициями адыгов. Кстати, в Карачаево-Черкесию артисты «Исламея» приезжают уже не впервые и каждый раз с огромным удовольствием. Мы себя чувствуем как дома, естественно, когда мы приезжаем сюда. И других национальностей зрители у нас тоже сидят, потому что республика многонациональная. И мы видим, что все национальности присутствуют, подходят и общаются с нами после концерта, благодарят. И нам это очень приятно. Мы не единожды здесь бывали, естественно, но и по республике тоже много ездили. Были в предыдущих поездках на Донбайе, на фестивале «Мир Кавказа». И выступая там, мы почувствовали всю красоту, весь дух наш черкесский, потому что горы всегда дают то, что не дает ничто другое. Ни лес, ни море. Вот именно в горах чувствуешь себя настоящим горцем. Когда зритель еще не устает за столько времени и еще овации в конце концерта аплодируют, стоят, долгое время не отпускают, вот тогда понятно, что на самом деле не зря коллектив работает. За все годы своей творческой деятельности, блестяще исполняя лучшие образы фольклорного музыкального искусства адыгов, Исламей стал олицетворением национальной, вокальной и танцевальной культуры адыгеи. Гастрольный тур очень важен для нашего коллектива, потому что он дает возможность познакомить российского зрителя с культурным наследием нашей республики и нашего народа, говорят солисты ансамбля. В Черкесске мы, конечно, практически бываем каждый год, один раз в год, потому что это наши братья, это наш родной тоже город. Мы любим зрителей города Черкесска, Карачаева Черкесии, и они отвечают нам взаимностью, также любовью, они любят наш коллектив. И поэтому, конечно, сегодня тоже мы особенно хотим порадовать зрителя, потому что прозвучат новые произведения композитора Слана Анихая, которые еще мы не выносили на сцену города Черкесска. И, как бы, я думаю, зритель будет удивлен и получит массу удовольствия. Государственный ансамбль народной песни и танцы адыгеи Исламей по праву считается уникальным творческим коллективом, не имеющим аналогов в музыкальной культуре многонациональной России. Уникальность эта заключается в наличии инноваторских средств в их творчестве. Используются различные музыкальные направления и стили. При этом не нарушаются природа и целостность адыгской народной песни. Ансамбль Исламей не только возрождает и сохраняет адыгскую музыкальную культуру, но и поднимает ее на высокий профессиональный уровень. Артисты ансамбля «Сотни ранц» выступали на лучших сценических площадках России, Турции и Ордании, Израиля, а также участвовали в многочисленных российских и международных фольклорных фестивалях. Песня. Танцы и песни ансамбля несут в себе эмоциональную насыщенность, темперамент, показывая культуру адыгского народа, его самобытность и красоту. Мужчины демонстрируют силу и волю в своих зажигательных танцах, а женщины – пластичность и грацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они превзошли все ожидания. Очень красиво поют. Большое эстетическое удовольствие получила. Я поклонница всех талантливых людей. А Исламея считаю, что один из талантливых ансамблей. В концертную программу вошли лучшие номера Исламея, а также новые, ранее не звучавшие композиции. Яркие оригинальные танцевальные композиции, необычный колорит, зажигательная музыка, красивые национальные костюмы, ну и, конечно же, грация и талант исполнителей не оставили зрителей равнодушными. И на вопрос, понравился ли вам концерт, ответ был однозначный. Конечно, понравился. Вот мы всей семьей перешли. Очень понравился. Удовольствие получили. Побольше бы вот таких концертов у нас в Черкесске, чтобы было. В первые минуты мне казалось, что этот концерт – сказка. Там такие танцы были. Вот прямо удержаться нельзя было. Хотелось все снимать, снимать все. Понравились танцы, пение. Видно, что это профессионалы. Они любят и ценят свое дело. Мадина Братова, Рамазан Туков. Итоги недели. Новости спорта. Возрожденный футбольный клуб «Нарт» в Черкесск продолжает радовать своих болельщиков. Совсем недавно мы рассказывали о победе наших футболистов в первом домашнем матче над командой УОР из Дагестана со счетом 4-2 в рамках чемпионата третьего дивизиона ЮФО-СКФО. С тех пор «Нарт» провел еще несколько встреч как на родном одноименном стадионе, так и в гостях, при этом не проиграв ни одного матча. И вот 28 июня черкесский «Нарт» вновь дома принимал футбольный клуб «Ордон» из Северной Осетии. Как сложилась эта игра и об общем положении в турнирной таблице расскажет Руслан Альботов. Поболеть за свою команду жителям столицы Карачаева-Черкесии можно и не выходя из дома. Трансляции домашних матчей в прямом эфире идут на официальном канале футбольного клуба «Нарт». Но даже самое качественное видео на экране не может сравниться с атмосферой на стадионе. Болельщики на трибунах не стесняются громогласно выражать эмоции и верят в свою команду. Так же, как и футболисты «Нарта» поверили в себя. Еще бы, перед встречей с клубом «Ордон» из Северной Осетии, «Нарт» сыграл шесть матчей в рамках чемпионата третьего дивизиона ЮФО и СКФО, пять из которых закончились победой и один в ничью. Естественно, и на этот раз болельщики с нетерпением ждали успеха от наших футболистов. И уже на 15-й минуте первого тайма стадион взорвался одобрительными криками и аплодисментами. Полузащитник Амир Джумаев быстро и непринужденно обыгрывает троих защитников штрафной, делает прострел и наш форвард Азамат Курочинов распечатывает ворота гостей. После пропущенного гола футболисты «Ордона» попытались взять себя в руки и переломить ход матча. Но как они ни старались, ничего не получалось. Защита «Нарта» работала безупречно, а наш вратарь даже немного заскучал. От отчаяния гости пробовали бить издалека, чтобы хоть как-то обозначить угрозу для наших ворот. Но мяч то и дело курсировал возле их собственных. На 40-й минуте после удара головой автора первого гола Азамата Курочинова мяч от перекладины отскочил автору голевого паса Амиру Джумаеву, который не упустил возможности всё-таки отправить его в сетку ворот. Мурадисов подаёт Курочинов, перекладина и всё-таки гол. Казалось бы, надежды осетинской команды на удачный исход матча таят на глазах. Но на самом деле это не показалось. Утвердили их в этом ещё два пропущенных мяча в конце первого тайма. Сначала дубль оформил Азамат Курочинов, а ещё через минуту гол-близнец в ту же девятку забил Вадим Абедоков. Абедоков под себя посыпались гости. Второй тайм получился менее результативным. За последующие 45 минут два мяча влетели в противоположные ворота. Правда, соперники ими уже поменялись. Итог матча – разгромная победа Нарта 6-0. И, соответственно, наша команда, не проиграв ни одной игры, единолично возглавила турнирную таблицу группы Юг чемпионата третьего дивизиона ЮФОСКФО. Ну а следующий домашний матч состоится уже на следующей неделе. 5 июля черкесский «Нарт» на одноимённом стадионе примет ещё одну осетинскую команду «Беслан». Так что приходите на футбол и болейте за наших. Руслан Альботов. Итоги недели при содействии телеканалов «Архиз-24» и ГТРК «Карачаева-Черкесия». Ну что ж, таковы некоторые итоги минувшей недели. Это была вся информация, которую я и мои коллеги успели подготовить к этому часу. Напоминаю, что наиболее значимые сюжеты нашей программы вы всегда можете найти на официальном сайте телекомпании «Черкесск» в столице КЧР.ру и на наших страницах в социальных сетях. Ну а я, Мадина Братова, прощаюсь с вами ровно на неделю. До следующего воскресенья. Всем удачи в делах и больше хороших новостей.